Здравствуйте друзья! Я ваш волшебный помощник и я провожу не только консультации, не только психологические сессии, не только трансформационные программы, не только создаю медитации, сеансы гипноза, психотренинги, но еще у меня есть рассылки. Вот эти рассылки, которыми я очень горжусь, и новая моя рассылка, это 30 антиманипуляционных писем. И все так уже более-менее привыкли к тому, что нами манипулируют в СМИ, например, политики. Вот я тут рекламу посмотрел, политическую, значит, актеры. Актеры, настоящие актеры, видно, что играют роли, спектакль разыгрывают. Вот, ток-шоу посмотрел я одно, тоже манипуляция, сплошная манипуляция. Вот впечатление, вот чувство отвращения испытываешь к этому, да? И, ну, смотришь, вот, может быть, сами по себе эти люди в отдельности, они и хорошие, и умные. Но вот когда они собираются вместе, и пляшут под дудку ведущего еще, то вот создается впечатление, ну, вот, моральные уроды и придурки собрались. Вот это происходит изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Вот чем занимается телевидение? Отуплением, оболваниванием, дебилизацией общества. И это происходит у них очень удачно, очень успешно. Даже образованные люди, там, кандидаты доктора наук, они выглядят идиотами. Вот в таких передачах, в таком кругу, в таком окружении, вот, объединяясь, да, становясь частью группы. Вообще, это очень интересная тема отдельная. Я в промельк ее касался. Вот, группы, деление людей, разделение. И это все не случайно происходит, и это происходит с целью манипуляции сознанием, управления людьми и оглупления людей. Ну вот, писатель Кавка писал, что один идиот, это один идиот. Два идиота, это два идиота. Три идиота, это политическая партия. Вот так и есть. Вот так и есть. Поэтому, вот это страшный процесс, когда люди объединяются, кучкуются. И они готовы поверить во что угодно. Они теряют разум в этих группах. Посмотрите, религиозные организации, например, да. Во что люди верят там? В полнейший абсурд. В сказки. Ну вот, в нонсенс верят. Потому что коллективно это все. Коллектив, еще раз говорю, это самое ужасное, что может быть. Это одурачивание идет. Посмотрите, учительские коллективы, да. Вот эти педагогические коллективы. Что может быть страшнее этого? Эти, когда они там обсуждают что-то, учителя собираются. Это же бессмысленная болтовня тоже. В общем, о партии политические. Полная безответственность. А вот эти ток-шоу собираются идиоты. Может быть, они... Еще раз скажу. Каждый по отдельности может быть и умный человек. Но вот в коллективе все становятся дураками. Есть такой феномен. Вот. Но... Смотрите, что еще про государство тоже. Посмотрите, как отделяют себя от других, да. И говорят о своей исключительности. Об исключительности своей. Правильно? Мы... Вот мы такие. Мы самые лучшие. Мы там, кто, не важно. Японцы, китайцы, русские, американцы. И так далее. Вот. Исключительные. Богоизбранные. Да. Ну, какие ж вы исключительные и богоизбранные. Но никто не исключительный. И никто не богоизбранный. Все одинаковые. Мы все одно человечество. Но нас разделили, да. Вот опять. И вот этот... Вот в психологии есть такое понятие. Идентификация. Вот одна из форм самообмана. Итак. Самообман. Очень серьезная тема. Которой я занимаюсь уже несколько лет. Шесть лет. С того момента, как я начал заниматься психологией. Точнее так. Конечно, больше. Больше. Потому что для меня всегда это было важно. Распознавание неправды. И это и есть, я думаю, критерий интеллектуального роста. И личностного роста тоже. Потому что, ну, интеллектуальный рост. Когда вы понимаете, что то, во что вы верили, это заблуждение, это иллюзия. Вы интеллектуально растете. Когда вы растете интеллектуально и понимаете, что заблуждение присуще другим людям, обществу. И вы как бы становитесь врагом этих людей. Врагом этого общества. Они начинают вас ненавидеть. И вот тогда вы становитесь личностями. Потому что вам нужно научиться держать удар. Вам нужно выжить. Вам нужно не поддаться манипуляциям. Не поддаться разрушительному влиянию социума. Вот поэтому каждый брошенный в вас камень становится тем, что формирует вашу личность. Делает вас сильными. И так, но еще момент такой, очень важный момент, касающийся социума. Что социум, по сути, постоянно нами манипулирует. Разделяй и властвуй. Любая идеология это манипуляция. И, конечно, само государство, любое, оно построено на лжи. Потому что оно построено на исключительности какой-то нации. Это уже ложь. Поэтому ложь, она будет присутствовать всяческими в разных видах. И все, в принципе, способствует этому оболваниванию человека. Это есть самый большой лохотрон. Вот эта матрица. И это система власти и подчинения. Вот цель ее. Власть и подчинение. Манипулятор хочет власти над вами. И власть, она может быть разная. То есть, власть, может быть, вот, желание тайной власти над вами. Да. И видеть, как вы дрожите. Как вы теряете самообладание. Вот эмоции испытываете какие-то. Теряете самоконтроль. И тут же, может быть, вот, манипулятор может заполучить у вас нужную ему информацию. Значит. Или просто посмотреть, как вы дрожите. И мы, я вам сказал про то, что мы видим. А вот, как бы, люди чужие, посторонние, да. Но благодаря вот этой антиманипуляционной рассылке вы осознаете, какие уроды вас окружают. Моральные уроды. Ваши друзья. Ваши знакомые. Ваши родственники. Это тоже такая правда. Правда, она жестока. Правда, она жестока. Но ее нужно знать, эту правду. И потом вам станет очень легко. И вы будете... И вот... И ведь нас обременяют что? Нас обременяют иллюзии. Они нам портят жизнь. Наши заблуждения. Наши заблуждения. Когда их у вас нет, вам очень легко. Когда я писал эти письма и изучал эту тему, я вот просто в шоке был от того, какие люди меня окружают. Потому что я не всегда мог сформулировать это. Что же тут не так? Но вот я изучил эту тему и все осознал. Когда уроды моральные окружают, манипуляторы среди друзей. Поэтому, смотрите, мы часто разочаровываемся в друзьях. Почему друзья предают нас? Мы же думали, что это же наши друзья. Они нам не могут причинить зла. На самом деле могут и причиняют. И опять же, мы выдаем желаемое за действительное. Опять мы, вот как это у нас называется в психологии... Проекция. Проекция, да. Мы проецируем свои чувства на других людей. Потом нас ждет очень горькое разочарование. Вдруг оказался моральным уродом и подонком. Да? Предал. Вот так. Значит, избавьтесь от иллюзий. Иллюзии нам мешают очень в жизни. С иллюзиями связаны наши ожидания от людей. Я же думаю, что ты хороший человек. Поэтому я от тебя жду хороших поступков. И так далее. Естественно, этот человек не способен на эти поступки. Поэтому я буду разочарован. И что? Опять это будет переживание негативное. Разочарование. Опять я буду чувствовать себя несчастным. Вот чтобы такого не было, Узнайте жестокую правду о своих друзьях, знакомых и родственниках. Я эту правду вам готов предоставить. В очень доступной форме. Все понятно. Таким образом, вы и будете защищены от манипуляций. Вот еще такой момент. Тонкий момент, что вы можете всех возненавидеть. Но, 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 я не перестал любить людей. Во-первых. Почему? Потому что, распознавая неправду, Учаясь говорить правду, это очень важно. Ведь нас, вот, родители забивали, в школе забивали. Потом, вся система забивает человека, делает его рабом, да. Вот нас делают рабами и сделали уже, да. Для чего? Чего хотят? Чтобы люди молчали. Почему? Потому что, чтобы подчинялись, подчинялись, да. Выполняли любой приказ. Вот. Работай по 12 часов, да. Иди убивай. Там еще что-то делай такое, да. Обеспечивай вот этот класс политический, властные структуры, да. Поэтому забивали. И забивают, оболванивают. Все. Дураками управлять легко. То есть, вот поэтому, чтобы вы были умненькими. Чтобы вы были очень умными людьми. Я очень этого хочу. Но, чтобы у вас не было горя от ума при этом. И тут есть, вот, я тут тоже предлагаю. Видение, видение своевизнания. Это любовь, конечно. Это любовь к себе. Это спокойствие. Это мудрость. Мудрый человек. Он все знает. Все понимает. Как все устроено. Какие уроды вокруг. Но он, он при этом весел. Он при этом наслаждается жизнью. У него при этом все хорошо. Вот вы будете так жить. Понимая, какие уроды вокруг вас. И при этом вы сможете иметь дело с людьми. Радоваться. Веселиться. И, в общем, жить спокойно, хорошо. Спокойствие как раз и дает ваше знание человеческой природы. Ваше знание людей. Вот. Поэтому я очень всем рекомендую приобрести 30 антиманипуляционных писем. И вы узнаете о верных признаках того, что вами пытаются манипулировать. О приемах манипуляции. Будете распознавать легко манипуляторы. Легко. У каждого есть опыт. Я в письмах привожу примеры. Но у каждого есть опыт свой. И читая письма эти, для вас будет очень легко. Вот эти картинки из вашего опыта. Да и прошлого, и давнего, и недавнего. Потому что нами постоянно манипулируют. Мы постоянно имеем дело с манипуляцией. Вы очень легко сможете эти знания пропустить через себя и осознать вот эти манипулятивные случаи из вашей жизни. Распознать очень легко манипуляцию сможете. Все это свяжется очень хорошо. Потому что мы в этом живем. Мы живем в состоянии перманентной манипуляции. Перманентного манипулирования. И также вы поймете очень важную вещь, что нередко истинный смысл речи манипулятора прямо противоположен тому, что в ней декларируется. Вы увидите, как лгут люди лгут. Пусть лгут лжецы, не снисходи до них. И вы увидите, в какой мы лжи живем. Ложь тотальная. Ложь тотальная. Поэтому научитесь распознавать ложь. Научитесь распознавать неправду. И будьте счастливыми. Живите легко, красиво, свободно. Это самое главное. Эти знания, которые я даю. Очень крутые знания. Это все на осознанность. Все на осознанность. И психология, она просто настолько продвинулась. Вот 20 век, это вообще расцвет психологии, я считаю. И сейчас мы уже все знаем. Поэтому все о человеке. И что это, каким он может быть. Все правду, чудовищную правду о людях. Мы все это знаем. Поэтому сейчас ваша задача просто читать книги, изучать эти темы. Просто познавать себя. И меняться, исходя из этих знаний. Мы в этот мир приходим, чтобы учиться и меняться. Это самое прекрасное, что только может быть. Запомните. Учиться и меняться. Поэтому, если вам кажется, что вы не способны учиться. Это неправда. Каждый учится. Это цель жизни. Учиться. То есть, приобретаем новые знания. Если вам кажется, что вы не способны к учебе, то вы себя лжете. Вы себя не знаете. Мы все учимся. Все. Всю жизнь. Второе. Это меняться. Если вам кажется, что вы не можете ничего поменять, это тоже неправда. Вы можете поменять себя. Это тоже... В этом тоже есть смысл жизни. Кстати, вот те, кто потерял смысл жизни, вот я вам его напоминаю. Учиться и меняться. Поэтому, если вы потеряли смысл жизни, значит, вы перестали учиться, перестали развиваться, перестали интеллектуально расти. Личностно. И второе. Если вы потеряли смысл жизни, то вы не меняетесь, значит. Значит, вот. Это очень такой признак, хороший знак, да? Что пора начать меняться. Пора начать менять свою жизнь. Вот так и происходит. Потому что потеря смысла жизни и депрессии приводят к тому, что человек через вот эти страдания, через то, что он оказался на самом дне, начинает новую жизнь. И новое я. Новая личность. Это очень здорово. Это прекрасно. Это круто. Вот. Поэтому приобретайте рассылки мои. Адеманипуляционную приобретите. Это обязательно. И поймете, какие моральные уроды вас окружают. Какие кругом люди уроды. Обманщики. Лжецы. Пройдохи. Отвратительные типы. Но это нужно понять о человечестве. И нужно знать, что в действительности происходит. Мир жесток, мир опасен. Я говорил об этом. Природа человека чудовищна. Чудовищна. Человек это самый страшный зверь. Поэтому научиться жить среди этого зверья, этих уродов моральных. Это необходимо, чтобы выжить. Чтобы выжить в этих джунглях. И не быть жертвой. Вот я имею дело с жертвами. Люди ко мне обращаются за помощью. Мои ученики. Я всех очень люблю. Прекрасно. И очень эффективно помогаю. Я просто рад успехам. Невероятными. Кстати говоря, очень быстро мы решаем проблемы. Вот это меня еще очень радует. Очень быстро решается проблема. Буквально за одну сессию, за один час, можно решить проблему, которую человеком мучает годами. Это уже здорово, круто. И то, что я могу помочь человеку, конечно, вызывает у меня чувство гордости, любви к себе. Это меня вдохновляет, безусловно. Я собой очень горжусь. Очень горжусь тем, что я могу помочь. Поэтому займитесь самопознанием. Займитесь. Это самое интересное. Мы не знаем, куда мы придем. Но мы идем в это неизвестно. И познаем. Узнаем то, чего мы не знали. Или чего мы боимся. Или что мы боимся узнать. И о самих себе. И о людях. Поэтому надо смотреть страху в глаза. Почему люди не развиваются? И многие страх. Боятся. Боятся учиться. Боятся перемен. Боятся сильными быть. Ведь знание это сила. Привыкли быть жертвами. Вот что мешает успеху? Зона комфорта мешает. Не хотим выходить из зоны комфорта. Что еще мешает? Навученная беспомощность мешает. И вот этот комплекс жертвы. Большинство людей это жертвы. У всех. Признаки жертвы это конечно нежелание учиться и нежелание меняться. Самые сильные признаки жертвы. Но помимо обид, нытья, жалоб, возмущений, чувства беспомощности. Помимо всего этого. Вот самое главное, что жертва она не учится и не меняется. Поэтому жертва всегда бьет жизнь. Ибо жизнь это педагог настойчивый и терпеливый. И жертвы часто приходят к катастрофам. Вот катастрофические события происходят в жизни жертвы. Поэтому в ваших интересах перестать быть жертвами и выйти из этого порочного замкнутого круга и поменять свою жизнь полностью. Полностью. Переписать свою судьбу. И стать счастливыми, сильными, умными, самодостаточными, личностями, говорящими правду, честными людьми. Вот это самое крутое что-то. И вот тогда у нас будет общество совсем другое. Не построенное на лжи. Оно везде на лжи построено. Еще раз повторяю. Везде. Везде у власти актеры, лжицы. Везде спектакли. Везде манипуляторы. Везде уроды моральные. Но есть люди, которые благодаря жизни, еще раз говорю, жизни это великий педагог, меняются, учатся и меняются. Вот в этом мой оптимизм. Отсюда у меня оптимизм. Во-первых, я анализирую свою жизнь. И она у меня вызывает оптимизм. Безусловно. А во-вторых, жизнь людей, других и, самое главное, моих учеников. Я так о других не думаю, особенно. О моих учениках я думаю. Как помочь, как найти подход. И как это сделать быстро. Быстро. Вот. Так что все получается. Вот отсюда мой оптимизм и жизнелюбие, и любовь к людям. Потому что люди меняются. Люди учатся и меняются. Это самое главное. Спасибо. 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 Спасибо.